Зачем я деньги заплатила? Все бесплатно. Соответственно, все по добровольному желанию. Неинтересно? Goodbye. Никто по вас страдать не будет. Потому что тем, кому неинтересно, вам здесь не место. Скучаю ли я по Юле Начало, вы с Жаней Фриске? Смотрите, друзья. Ни с Юлей, ни с Жанной мы не были подругами. Мне кажется, что такой вопрос можно задавать человеку, который потерял близкого человека, по которому скучаешь. Что касается Жанны и Юли, я скучаю без их присутствия в этом мире. Наверное, вот так. Потому что обе были невероятно талантливые, каждая по-своему. Обе меня вдохновляли. Творчество обеих мне очень нравилось. Действительно нравилось. у Юлия был потрясающий голос, у Жанны было невероятное какое-то тепло и обаяние. И я очень скучаю, что таких людей нет больше среди нас, и что я не увижу их там в эфире, не встречусь на вечеринке. Но мы не были подругами. оговорюсь, и я, конечно, не думаю каждый день о них, но Жанюна история, она меня очень, собственно говоря, она меня вдохновила писать стихи. Вот. Потому что я долгое время не писала стихов. Собственно, когда вся эта история случилась, меня прорвало. Вот. Поэтому вообще очень много вопросов в моей голове вылезли на поверхность. И я стала искать на них ответы. Поэтому очень большую роль Жанна сыграла в моей жизни. И ее история печальная история очень многого мне перевернула. Так. Что делать, если мужчина ходит налево, но отпускать не хочется? Смириться с тем, что он ходит налево? Больше ничего. Если не хочется отпускать. Если мужчина любит, то он всегда хочет заниматься своей женщиной. Это очень поверхностное рассуждение. На самом деле нюансов человеческих взаимоотношений столько. И психология человека настолько тонка, что невозможно всех мерить штампами. Все разные. И великие умы ученые разбирались в человеческой психологии и так до конца не разобрались. Поэтому не думайте, что все так просто. бывает мужчина, который очень любит женщину, безумно, но по определенным причинам физически вступает в контакт с другими женщинами. Всякое бывает в этой жизни. Главное, не осуждайте и поймите, что причин, по которым люди совершают те или иные поступки, очень много. Иногда в основе их стоит и любовь в том числе, к сожалению. Искаженная, израненная, болезненная любовь, в которой человек не умеет проживать и не может с ней справляться. Сборных стихов можно купить у меня в шапке, там, где написано Анастасия Чехова. Внизу есть ссылка. Что делать, если парень-бабник смирится и принимать его таким, как он есть? Ничего не сделать. Ничего. У него такая заданность, у него такая природа. Что делать, если я купила жирафа, а он не влезает в мою квартиру? Ничего. Покупать под жирафа дом. Смириться с тем, что жираф жираф и что он никогда не будет слоном. Где знакомиться с мужчинами? Что-то не везет мне с ними. Ну, вопрос, где, он второстепенен, потому что познакомиться можно и у помойного ведра, вынося мусор, в маршрутке, в такси, я не знаю, в самолете, на работе, в переходе, в ресторане. Вопрос в том, готовы ли вы к знакомству и излучаете ли вы в пространство энергию, которая привлекательна для мужчин, и не искажает ли эту энергию ваши обиды, ваша неуверенность в себе, ваше, не знаю, подсознательное нежелание иметь мужчину. Очень много, очень много нюансов, которые я бы предпочла, предпочла бы все-таки выяснять в индивидуальном порядке. Друзья, ну, ладно, пропустим. Всякие дурацкие, вы верующие, я, не религиозная, скажем так, я верю в определенные вещи, но при всем при этом я человек, который всегда пытается помимо веры еще и искать аргументы, доводы и логически, опытным путем до всего доходить, поэтому есть несколько разных версий и так далее. тем, кому скучно, идите своими путями. Давайте сразу решим, я скучная женщина, я не веселю, я не фрик, хотя мне недавно сказали, что в каждом есть немножечко фрика, вероятно, но во мне его совсем мало, я никого не веселю, я не развлекаю, у меня разные брови, у меня кривой нос, у меня под мой голос можно заснуть, вот, я все поняла, поэтому просто идите своей дорогой, это господи, вот и все. Я не буду рассказывать о папе, потому что сейчас не тот момент, сейчас очень много каких-то идиотов и откровенничать совершенно не хочется, вот, сейчас ночь, наверное, действительно для прямого эфира время не самое лучшее, потому что смотрят всякие молодые люди, для которых все эти темы неинтересны и мне не хочется откровенничать. Так, спасибо, спасибо, девочки, в каком возрасте вы стали настолько осознанными, более спокойными, полюбили себя, но я шла к этому много лет, сказать, в каком возрасте, то есть, это, в каком возрасте вы заговорили по-английски, например, можно спросить, я скажу, там, там, в 25 лет, но до этого я там, там, 15 его учила, и вдруг я стала о нем говорить хорошо, вот примерно так, наверное, я точно могу сказать, что лет 25 я осознала, что в моей жизни что-то происходит не так, пообщалась с психологом, начала работать с психологом, и вот с 25 лет по сей день мой путь к осознанности, и я надеюсь, что со временем буду все еще более и более осознанней, вот только надо перестать сидеть в инстаграме, мне это мешает, вот, мне мешает это моему росту часто, потому что я трачу на это, мне кажется, слишком много времени, не когда я общаюсь с людьми, потому что общение это часть моего предназначения, а когда я просто сижу, там, смотрю какие-то посты, что-то пишу, в общем, провожу глупо временем, время, так, что мне делать, у меня есть девушка, достаточно долго встречаемся, настал такой период, когда я просто не хочу, может, это не мой человек, ну, узнать ваш или не ваш человек, потому что вы его не хотите, это, ну, невозможно, достаточно, я думаю, что в такой ситуации просто сделать какой-то перерыв, побыть без девушки, отвикнуть немножко, потому что, возможно, ваши отношения превратились в привычку и подумать, ваш это человек или не ваш, это самое лучшее, лицом к лицу, лица не увидать, да, большое видеть на расстоянии, поэтому обеспечьте себе расстояние, на котором вы сможете рассмотреть и соскучиться, возможно, и осознать, что это ваш человек или не ваш человек, потому что у всех бывает в жизни каждой пары, бывают периоды, в психологии это называется пресыщение, сначала идет конфетный букет, на период влюбленности, это гормональная эйфория, это просто химия и ничего более, потом идет пресыщение, потом раздражение, вот, пресыщение не минует ни одна пара, какую бы женщину вы себе не нашли, пресыщение будет с каждой, если, конечно, вы с ней не живете на разных концах света, вот, и не встречаетесь раз, у меня есть, например, приятельница, у которой муж сидит и они очень редко видятся, потому что посещение там можно раз в три месяца, вот, такая любовь может и желание может быть вечным, потому что раз в три месяца на два дня встречаться и заниматься сексом, это всегда будет, страсть на пике, потому что стадии пресыщения нет, но когда люди эти сойдутся, будут жить вместе, эта стадия наступит, она наступает у всех людей, абсолютно у всех, ее не ведут никому, рано или поздно после конфетно-букетного идет пресыщение, потом раздражение, на стадии раздражения начинаете бесить друг друга, начинаются ссоры, измены и так далее, и после только идет стадия понимания, терпения, смирения и дружбы, и потом любовь, поэтому не спешите, вы присытитесь любой женщиной. Девочки, все, кто к нам хочет быть моделями, наверное, мы по разным факторам выбираем моделей, у нас тоже есть свои категории отбора, мы не всех берем, и мы мы же все себя, каждый оцениваем по-своему, вот, а другие люди в поиске моделей или в поиске работников, сотрудников имеют свои критерии, вот, если все совпадает, то мы с удовольствием звоним и приглашаем, если что-то идет не так, это не значит, что вы не такая или не подошли, ну, просто у нас есть свое видение, вот, поэтому не обижайтесь, абсолютно точно продолжайте дальше пытать счастье, вот, ну, это как каждый дом моды, там, себе выбирает модели, который вписывается в ее концепцию, и даже если им нужна, там, худая 20-летняя блондинка, то из 25 блондинок, худых 25-летних, выберут одну, вот и все, а не всех, если у меня духовный наставник, нет, у меня нет духовного наставника, наверное, потому что я, мне кажется, что напрямую как-то общаюсь с космосом, и все ответы на мои вопросы мне приходят в виде разных людей, даже таксист, который меня везет, может вдруг стать моим духовным наставником, если в момент, когда мне нужен был какой-то ответ на вопрос, он вдруг мне его дал, вот, моя первая любовь, моя первая любовь, ой, я даже про это писала, как-то статья у меня была, мне понравился мальчик в пансионате, вот, мы с ним никогда не общались, только смотрели друг на друга, но я девушка целеустремленная, я узнала, где работает его папа, позвонила ему на работу, обманным путем вычислила его номер и звонила ему, позвонила, и как тогда было, это мне было сколько, наверное, лет 11-12, 13-13, и я, 11, наверное, я позвонила, сказал, угадай, кто я, я начала перечислять какие-то фамилии, и на любую фамилию, которая мне понравилась, я сказала, да, это я, и он со мной общался, думая, что я какая-то его одноклассница, вот, когда выяснил обман, он меня прогнал, так и не узнав, кто я, но спустя годы я в какой-то статье дала этот рассказ, я упомянула его, имя, фамилию, в общем, какие-то там данные, и он меня нашел, он позвонил моему пиарщику, даже с ним встречался, вот, но мы, но до нашей встречи не дошло. как обольстить мужчину, с какой целью вы хотите его обольстить, чтобы он сам переспал, или чтобы он в вас влюбился, вы женились, я думаю, я думаю, что никого специально обольщать не надо, если это ваш человек, и вы должны быть вместе, то вы можете быть какая угодно, какая угодно, но искра промелькнет, не нужны нам чужие люди, нам нужен свой, тот, который нам подойдет, вот, поэтому я не пропагандирую вот эту вот стервологию, или как там, как это, какая сейчас книга про правила киски, или что-то там, секрет, или, я не за манипуляцию, не за искусственное обольщение, я за то, чтобы все было по любви, и по судьбе, вот, спасибо, друзья, кому интересно, мне очень приятно, что вы меня смотрите, и вам интересно, если у меня инстаграмные подружки, да, у меня очень много инстаграмных подружек, я на них на всех подписана, вот, с которыми мы никогда не общаемся в реальной жизни, и не встречаемся, но регулярно друг к другу пишем комментарии, следим за жизнью друг друга, и такие есть, я вообще очень мало подписана на своих коллег по шоу-бизнесу, наверное, потому что мне мало за кем реально нравится следить, даже за какими-то своими приятельницами, мне неинтересно следить, потому что, ну, это как книга, даже если книгу написала моя подруга, если она мне не нравится, и, ну, наверное, я не буду ее перечитывать, я прочитаю один раз, и поставлю на полочку, а инстаграм все-таки это как ежемесячный журнал, как подписка на журнал, помните, у меня ко мне, помню, приходил журнал «Ровесник», это подписка на журнал, ты постоянно получаешь новые номера, ежедневно, как газетка, вот, и если мне не нравится то, о чем человек пишет, даже если я с ним приятельствую, там, да, вот, и я на него не подписываюсь, вот, поэтому можете меня посмотреть в подписчиках, там все, как правило, интересные люди, либо совсем близкие мои друзья, на которых я не могу быть не подписана, даже если мне не нравится то, что они пишут, они просто мои родные люди, вот, либо люди, которые действительно мне интересны, даже если я их никогда не видела в своей жизни в лицо, спасибо большое, Лесика, что вы ответили за меня, действительно, духов у меня очень много, что вы сделали, если вы потеряли голос, вы не представляете, у меня долгое время была эта проблема, прям очень актуальна, я регулирую,